Повестки дня Сегодня каких-то серьезных разногласий и претензий со стороны Попечительского совета к работе руководства футбольного клуба «Рубин» нет. Практически те шесть лет в том составе, в котором работало руководство клуба, в частности я как президент, Голов Евгений Витальевич как генеральный директор, Курбан Бекич Бердыев как главный тренер и вице-президент клуба, ну и вся администрация нашего клуба, работала достаточно напряженно, ну и я бы сказал удовлетворительно. В эти годы, как известно, «Рубин» дважды стал чемпионом России, в прошлом году бронзовым призером, за это время во многом изменилась инфраструктура клуба, вы наверное сегодня посмотрели еще раз базу «Рубины», появились новые футбольные поля, главное достижение, наверное, это интернат, центр подготовки молодых футболистов. Есть самые достойные условия для того, чтобы на этой базе футбольного клуба «Рубин» играть, тренироваться, воспитывать подрастающие поколения. И в то же время, прошлогодний сезон и вот начало первой половины нынешнего сезона показало, что в работе клуба есть определенные недостатки. Прежде всего, это связано с игрой футбольного клуба «Рубин». Где-то мы часто говорим, что игра не совсем зрелищная, мало забиваем. Это многочисленные травмы футболистов, вы помните начало прошлого года, средина сезона этого года, когда большая часть основного состава «Рубина» находилась в состоянии травмированности. Естественно, все это привело к тому, что в прошлом году «Рубин» занял третье место, стал призером. Хотя я не считаю, что это так уж плохо, но в конце концов это снижение результата по сравнению с предыдущими годами. И текущий год, вот в настоящее время «Рубин» находится на четвертом месте, имеем большие претензии сегодня по игре в Еврокубках. Могли вполне реально претендовать на выход в групповой этап, но не получилось, к сожалению. То четвертое место, которое сегодня занимает клуб, оно, конечно, не устраивает ни общественность, ни болельщиков, ни самих футболистов, ни совет клуба, ну никого. Поэтому мы уже с начала года ведем этот разговор вот в учительском совете. Значит, видимо, понадобилась такая новая свежая струя, потому что, видимо, старые руководители уже вот движутся в одном направлении, в одном и том же русле, которая обновила бы и настроение футболистов клуба, работников клуба, естественно, обратила внимание на работу с общественностью города Казани, республики и вообще в России. Ну и еще целый ряд факторов, в том числе и развитие дальнейшей инфраструктуры. Я хочу напомнить, что у нас в планах, во-первых, строительство манежа, крытого здесь на территории, по крайней мере, может быть, даже на стадионе «Мотор», пока до конца не определились, подыскиваем проекты. Ну и самое главное, это ввод в действие новой футбольной большой 45-тысячной арены. Принято решение, что она будет называться «Рубин-арена» или просто «Рубин», я не знаю, как в конце концов определимся, но эта арена будет отдана в оперативное управление футбольного клуба «Рубин». Вы представляете, что там очень много работы, сегодня только-только появились очертания трибун, сдача планируется где-то в декабре 2012 года. «Рубин» имеет свои замечания по проекту, мы представили их строителям, руководству республики, и над этим в дальнейшем нужно будет работать. То есть есть определенные проблемы, где, я еще раз повторяю, нужны новые, такие реактивные, молодые силы. И вот вчерашний попечительский совет эту проблему обсудил и принял такое решение, это на усмотрение совета футбольного клуба «Рубин». Значит, принять отставку президента футбольного клуба Гусь Вальсана Петровича и генерального директора Голова, это на сегодняшний момент Евгения Витальевича, и рекомендовать совету клуба избрать президентом Самаренкина Дмитрия Анатольевича. Я сразу хочу сказать, что человек в республике известный, успешный бизнесмен, генеральный директор жирового комбината, современного предприятия. Но самое главное, что человек имеет достаточно серьезный вес в спортивной сфере республики. Он является президентом хоккейного клуба «Динамо». И вы знаете, что в прошлом году этот клуб стал лучшим клубом мира по нашему русскому хоккею и стал чемпионом России. То есть опыт работы в спортивном клубе у Дмитрия Анатольевича есть, достаточно солидный. Дмитрий Анатольевич, я поздравляю и приглашаю тебя. Все случилось достаточно быстро, ну буквально в течение двух дней было определено. Поэтому программа развития футбола, она у нас есть и футбольного клуба «Рубин», и привлечение болельщиков, ее только нужно выполнять. Это он ознакомится в ближайшее время и будет работать над этим. Я думаю, что с программой действительно Александр Петрович правильно сказал. Программа будет подготовлена, она будет довольно-таки обширна. То, что сказал Александр Петрович, то, что через год с небольшим у нас в строй введут нашу футбольную арену «Рубин», наша задача с вами, ну как минимум увеличить количество сегодняшних болельщиков в два раза. То есть я мечтаю о том дне, когда полный стадион «Рубина» будет собираться не только на матче Евролитии, но в первую очередь и на матче чемпионата России. Задача сделать наш «Рубин» топ-клубом европейского уровня, ну а всю остальную программу я в дальнейшем представлю. Я могу уже сегодня сказать, мы перечислили деньги по двум братьям Еременко, Роман Еременко, Алексей Еременко. Алексей длительное время играл у нас, в России, в «Сатурне», вы помните. Роман играл за границей, в Италии, сейчас играет в «Киевском Динамо», один из ведущих игроков «Киевского Динамо». Младшему 24, старшему 28. Мы считаем, что они достойно пополнят нашу команду. И третий, с кем мы расплатили сейчас, это наш центральный защитник молодой, Соломон Квирквелли, потому что отношения никак еще не были оформлены. Сегодня мы за него заплатили. За двух братьев, я могу назвать цифры, скрывать тут особенно нечего, 13,5 миллионов мы заплатили за обоих братьев евро, и миллион за Квирквелли. Вот такой пополнил. Вы знаете, по Вальдесу вопрос решен. Шестого он играет последнюю игру за сборную Парагвая, и где-то седьмого-восьмого будет у нас в Казани. Будет готовиться уже в составе команды к предстоящим играм. Вы действительно знаете, что я последние три года был президентом хоккейного клуба «Динамо». Значит, мы действительно очень у прошлого года стали сильнейшим клубом мира, завоевали Кубок мира, выиграли чемпионат России, выиграли Кубок России, выиграли Кубок чемпионов. То есть фактически все трофеи, которые в русском хоккее существуют, были завоеваны нашим клубом. На самом деле, группа компании «Нефис», которую я представляю, в том числе акционером которой являюсь, никуда не отходит «Динамо». И сегодня мы у себя на совете директоров приняли решение, что президентом хоккейного клуба станет Сыровацкий Михаил Федорович, это генеральный директор маслоэкстракционного завода. Поэтому хоккейный клуб «Динамо Казань» как мы вели, так мы и будем продолжать вести. Но, понятно, в силу основных причин, все свое время и силы я буду отдавать родному клубу «Рубин». Я за «Рубин» болею с давних пор. Санкт-Петрович помнит моменты, когда я выезжал на футбольные матчи «Рубина». Иногда многие, значит, мои игроки в «Динамо» говорили, ну вот вы на выездные матчи с нами не всегда ездите, а вот на «Рубин» ездите. Но, как бы, мы понимаем, что спорт номер один – это футбол. В рамках сегодняшней программы по проведению чемпионата мира 2018 года, я не буду повторяться, мы будем делать топ-клуб европейского уровня. Я понимаю, что тех задач, которых мы достигли в русском хоккее, будет невероятно сложно достичь в «Рубине», но мы будем к этому стремиться. Ну, я скажу еще, добавлю, что руководство республики футбол считает это практически главным брендом нашей республики – Татарстан. Он будет развиваться не только вот футбольным клубом «Рубин», но и в республике футбол будет развиваться. Поэтому, я думаю, поддержка Дмитрия Анатольевича будет соответствующая и финансовая. И административная обеспечена. Будут созданы все условия для того, чтобы тренироваться, играть. Я еще раз повторяю, у нас инфраструктура, она растет. Будем достраивать мотор, новый стадион будет введен в действие. Поэтому перспективы очень хорошие. Никаких революционных преобразований вы не ждите. Мы должны двигаться степ-бай-степ. Я считаю, что Евгений Витальевич, который долго и много времени отдал клубу и знает, как никто другой в любом случае останется в структуре клуба, по кандидатуре генерального директора мы будем дальше определяться. Вот смотрите, до 10-го числа Ансалди, Навас войдут в строй, Рязанцев уже начал заниматься, Эдуарду, Вальдес, Еременко подтянутся. Это почти целая команда новых игроков. Ну не новых, они, может быть, и старые, но которые вольются в состав Рубина и помогут ему играть более достойно. Мы идем на четвертом месте. Мы отстаем от ЦСКА и от Зенита. Увидели, значит, на 8 очков. Это фактически 3 игры. Конечно, достать их будет невероятно сложно. Будем двигаться, дальше будет видно. В Лиге Европы. Вы понимаете, что вы задаете мне такие вопросы. Если я сегодня скажу, что мы завоюем Лигу Европы, то вы поймете, что я как бы профан полный в спорте. Поэтому мы будем стремиться как можно дальше пройти. Задача как минимум выйти из группы. Сегодня стоит реальная. Я считаю, что группа, которая нам попалась, вполне нам по силам. Будем двигаться потихонечку. Я думаю, результаты будут. Мне особо хотелось сказать, что сам Петрович, когда сидя здесь, говорил о том, что 6 лет он занимается клубом и достигнуты удовлетворительные результаты. Я считаю, что отличные результаты были у Александра Петровича. Потому что два раза сделать клуб золотым и в прошлом году завоевать бронзу, поверьте мне, вы все сами знаете, это дорогого стоит. Они сделали нереальные вещи. Но та планка, которую они подняли, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, насколько невероятно будет сложно сегодня бороться с тем же самым «Зенитом», «Анжи». Вы прекрасно понимаете, раз пришел Сулейман Керимов в этот вид спорта и сегодня покупает игроков, вкладывает в команду, развивает инфраструктуру. Нам будет невероятно сложно с ними бороться в том числе. Есть устоявшиеся команды, такие как ЦСКА, как «Народная любовь» в «Спартак». Нам будет невероятно сложно со всеми ними двигаться. И вчера Александр Петрович сказал правильно, по бюджету сегодня мы являемся седьмыми. И завоевав в прошлом году бронзовые медали, я считаю, что в любом случае это был большой успех. Будем двигаться агрессивно, по-другому мы не ставим себе никаких задач. Конечно, с Курбаном Бекевичем мы знакомы и близко. Я знаю его менталитет. Более того, он приходил к нам на матчи в хоккейный финал, в который мы играли в Кубке России, когда была обыграна команда «Красноярский Енисей» со счетом 2-0. Курбан Бекевич приходил, мы с ним общаемся, знаю его менталитет. Я знаю, что фактически, действительно, вы все понимаете, что сегодня в Рубине без его ведома ничего не делается. Будем двигаться вместе с ним, будем находить общее, оно у нас будет. Мы будем выполнять поставленные задачи, самые высокие. Он действительно на общественных началах занимался этим, как бы он не получая ни копейки в клубе занимался этим. То же самое здесь я денег получать не буду в любом случае, но то, что я очень большую часть своего времени буду посвящать клубу, это факт. Ни один из футболистов, кто сегодня в составе Рубина, из команды не уходит, по крайней мере, до конца года. Ни один. Хотя, вы знаете, были предложения и по Ансалде, и по Бакетти, и по Наусу, и по нашим тут ребятам. Все остаются в команде. И по Касаеву. То, о чем сегодня вся футбольная общественность мира говорит, чтобы клуб в том числе научился зарабатывать хотя бы 50% того бюджета, который тратит, я ставлю перед собой такие задачи на ближайшие несколько лет. Я считаю, что это и заполняемость стадиона, полный стадион, и атрибутик, и все остальное, все сопутствующие вещи, мы должны стать коммерческим проектом в том числе. То есть, вот такие задачи в первую очередь я ставлю перед собой. В прошлом году клуб заработал самостоятельно более 600 миллионов рублей. Ну, где-то 650, я так скажу, округляю. Нет, это только на трансфер, это только на трансфер, на продажу, всего 40 миллионов долларов, это 900 миллионов рублей. Ну, я имел в виду, да, только трансферную политику, то, что мы заработали. А там у нас это идет каждый год, это от телетрансляции, значит, рекламной там деятельности, участие в Лиге чемпионов. Вы знаете, мы за два года только за участие в Лиге чемпионов где-то на уровне 20 миллионов евро получили. КОНЕЦ Продолжение следует...